Здарова, друзья! Вы на канале Аналитика Ошибок, и сегодня в выпуске гостик. Кстати, буквально дня три назад читал ваши комменты, вы писали что-то типа «видос был бы идеальным, если бы гостик был бы в выпуске». Получается, сегодня идеальный видос, любимый герой многих из наших зрителей, Spirit Breaker. Кнопочку нажали, побежали, пивко открыли, покушали параллельно. Вот, и Андрюх, привет! Привет, да, быть рад снова на канале, конечно. В такой роли Spirit Breaker четверочки, конечно, но что поделать, так сказать, умеешь играть в Готу, умеешь играть на всем, даже на таком. Почему? Почему-то на четверке в этой игре, вкратце, что произошло? Почему-то бруска тысячная. Человек просто в ВПП-ВП-шному бруду и говорит «I go offline, I don't care». I don't care, все правильно. Ну что, ну я с такими людьми очень просто поступаю. Spirit Breaker либо Pudge, Pudge у врага, поэтому Spirit Breaker у меня. Я понял. Слушайте, ребят, важная новость. Андрюха записал на своем канале, гостик, видос, как он разбирает игру зрителя против Stray 2.8. Я думаю, Stray'а все знают, да? Какая роль твича, миллиарда просмотров. Вот, популярный игрок, стример. Поэтому смотрите, можно ли выиграть против Stray 2.8 на канале гостика. Ссылочка будет в описании. Я думаю, видос, как обычно, получился зачетный, но вообще там, в принципе, еще серия видосов у Андрюхи кайфовая. Ну и ты будешь разбирать эту игру на своем канале. Да, да, там смысл в том, что вот я реально, я вот много игр LOMMR там вообще смотрел, и там люди часто сталкиваются с проблемой, да, потому что какой-то смурф, либо бустер там, либо кто-то, кто угодно попадается, и они там, ну зачастую уже там опускают руки там или что-то в этом роде, и не пытаются даже выиграть. Но зачастую как раз так, если грамотно играть и грамотно понимать доту, то можно выиграть против любого. Я просто на примере хотел показать, что это возможно. То есть даже Stray можно победить. Даже Stray получается. А если Stray и убийца Нубов в одной команде? Тогда нужно уже кого-то тоже звать себе на помощь в ситуации. Давай, наверное, теперь к этой игре. Во-первых, ты выпалил пачку, да, за Radiant это делать кайфовее, чем задайр, потому что брудка может получать XPU. Ты заблочил два спота, один получается рейндж-крипом, другой с собой, да? Да, конечно. Ну и пришел за Данайл-крипа сразу, на отметить. На опыте, на опыте. Супер, да. Нага тоже не супер слабенькая, я так понимаю. И вывела пачку между 1 и 2. Кстати, в своих роликах тоже об этом рассказывал много раз, вот историю с пулами, как правильно делать. Да, ну и тут еще просто такая фишка, что, ну вот я, так как самый флейн-игрок, да, я понимаю, что Бруде нужно, и понимаю, что Нага, но это, в принципе, один из лучших героев против Бруды. Поэтому ей нужно максимально доставлять опыт, стараться, чтобы она получала XPU. Ну, у него, правда, 4 крипа по какой-то причине, то есть он не добивался первых пачек крипов вообще, при том, что, да, там, ну, Вичдоктор нам не был, тут уже, ну, его Нага зовут КС. I took care about Crips. Да, и как бы, в целом должно быть все нормально, у него было просто, ну, а на линии, тут что, тут мне нужно поищить левел, правильно, второй, и если чаржи не в кулднауне, значит, что-то я не так делаю на баратуре, все просто. Ну, так вот, хорошая логика, веномчик, тангусы, фласочка, ботинок, как ты думаешь, можно брать на этом героя? Вот в твоем, тем более, случае, когда ты не хотел изначально лупасить кого-то, просто в пулевом, может стоило ботинок взять? Да, да можно было ботинок взять, ну, знаешь, я начале душой думал, что я подойду один раз ударю, и он забашит сразу же, но это ошибка начинающего воротрума. Нужно вот реально подносить ботинок, если ты на милишниках стоишь, фудить клюков, потом, возможно, подносить вином, и вообще бед не знать. Вообще, на баре на самом-то деле много опций, из-за того, что герой может там тпшечку на базу вжарить, да, побежать на линию, у него урон очень большой, можно там обденаивать, если нечего делать. Угу, я думаю. конфликт с брудой, я думаю, блин, ну и чувак, ну и пошел-то, я буду сам качаться здесь. Это моя линия, это мой фарм, все правильно. Ты покайфов все сделал вначале, я думаю, на брудке тоже должен был кайфануть, потому что, ну, лайнап против Вич-Доктора и Наги, я думаю, для бруды далеко не самый приятный. Опа, поддержка. Он просто, просто умер, я не знаю. Бывает. Как бы я здесь ничего не могу поделать с этим. Вообще, когда человек пикает бруду, вот так вот на фп, и имеет еще тысячный ранг, мне кажется, там, как бы... Не-не-не. Я, я сразу понял, что нужно все брать в свои руки здесь. Моншарзик, Медасик, Оганимчик. Ну, покайфу, сыграл в брудуду. Кстати, когда ты последний раз, вот кроме этой игры, вот именно по кайфу играл. Покайфу, что, типа, знаешь, вообще пивас открыть не паришься? Ну, что-то типа того, да. То есть, изначально для чего игры были придуманы? Чтобы человек пришел там после тяжелого рабочего дня, да, расслабился, зачилил, поиграл в компьютерные игры, кнопочки понажимал немножко, с друзьями пообщался. Вот раньше уж так, в принципе, все в доту играли, вот именно по кайфу. Ой, да давно на самом деле. Ну, я же все-таки, да, киберкотлета, да, и для меня это такое, типа... Ну, понятно, да. Ну, я именно спросил, может быть, кроме этой игры, еще были котелы, где ты кайфовал. Ну, если только путь в пике, то тогда да. Не, ну, я кайфую от каждой, но так, чтобы вот именно прям у вас открыть и душой чаржить, то, наверное, нет. Недавно было такое. На барыче с ботинком еще по кайфу руны контролить. Вот мало кто делает это на второй минуте, но если ты грамотно как-то проблочил компы, вообще вот, и оба мидера очень мано-зависимые, хп-зависимые, ботлы купили рано тебе, да, пошли в урну воды контролить. А ты забрал, то, мне кажется, можно на барыче тоже исполнить. Да. Выйти на вражескую баунти, прибежать вот на бот, как сейчас ты сделал, например, вардик поставить. То есть можно прям кайфовать нереально на баратруме, потому что просто есть перемещение, халявная фумайка. Ну, кстати, баши у меня не проб, как видишь, да? То есть я ему сколько-то, пять ударов дал, либо шесть уже, и ноль реакции, то есть никаких баши. Я в этом моменте расстроился. Хочу отметить сразу такой момент, что вот моя команда бегает за пуджом, но я, как опытный братрум, пользуюсь этим моментом и просто качаюсь быстренько, потому что, ну, когда еще тебе придется добивать крипов на баре, правильно? Непонятно, когда. Собственно, я этим и занимаюсь. Я в свое время, вот, есть такой у меня грешок. Я игр 30, наверное, подряд на баре сыграл. ПТ-сы рекой текли. Я как-то, не знаю, один из первых прохавал в каком-то из патчей, то барыч, ну, нереально жесткий был. И просто фармежка была лютейшая. Ну, на самом деле... Собьет? Ну, да я поднялся, я не смотрел на него. Я, представляешь, уровень расстройства в этом моменте был максимальный просто. Потому что вот здесь я уже просто не знал, как контролировать себя. Ну, ладно, слава богу, умер, не нужно хоть бежать на базу. Ну, забавно получилось. Ну, да. Ну, это просто забавный момент. Ты решил уже подняться на ХГ, чтобы там, в теории выйти из Вижена, врагов, делать тэпочку на базу. А тут Вич-доктор. А ты уже тэпочка назад, как бы, пути назад нет. Я думаю, он понимал, ты понимал уже. Все-все понимали. Фиаско произошло. Ну, что, да. Бывает такое в жизни братрума, что ты, как бы, волей-неволей расстраиваешься. Да, на баре не впадло умирать. Побежал потом обратно. Ты, кстати, играешь против демчика, да? Да, конечно. Поэтому, конечно же, выбрал сразу же его главную цель. Отвнаружил двух саппортов здесь. Дал информацию команде своей. О, ну здесь уже замеслик будет. Ну, вообще, это будут должны хоть неплохо подраться, если... Да, они к репам еще подошли. Ну, видишь, мне герой не башит? Мне это не нравится. Ну, бафнуть себя просто. Чашечкой. В данном случае. Ну, пока я считаю, что на баратуме все идеально... Ну, ладно, вот это исключение момента, где... Вот эта пэшн своей мне сбили весь доктор краской. Я очень расстроился. Не, все хорошо, да. Хорошо, бруска, в любом случае, и рано или поздно сломает вышку в топе, там, покайфует. Регенчик. Подконтролить бы его. Он, почему, братик на линии умер. На самом деле, он как-то зря поставил сейчас, время контроля рун была. Да. Им нужно было просто пойти под вард к тебе. Пойдея. Если Марс идет, то... Либо ты станешь, либо он не идет. Ну, такой он в тильце сидел на линии уже в этой ситуации, там... Ну, я ему старался, как бы, контролить на какие-то руны. Там, не один раз, там, с чёрного в Марс, а в Миде, но... Это не 15-летний болгар, знаешь, этого, кстати, человека. Да, 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 да. Я не знаю, сколько там ему лет, но, да, типа, на хайпе сейчас за счет. Я вообще его первый раз, ну, там, один из первых разов видел в меме, я не знаю, откуда он, то есть там... Да, он просто вылез, реально вылез. Мы тоже, мы очень много игр мониторим. И вот он появился, у него инвокер 25-30-го тира, Лина там, жесткая. Да, кафе языки нажмутся, интересно? Нет, вот я сразу хочу сказать, что аппаратрум неопытный, потому что фейзды не нажимает под конец чаржа, чтобы было больше урона. Сразу, да, есть такое украшение. Ну, это просто нужно людям знать, то, что фейзики надо кликать обязательно. Конечно, конечно. Ты из этого вообще никуда. Фейзды не жмут воротрум вообще, ну, я не знаю, мне стыдно даже. Ну, слушай, на фейзах забежал за героя. Да, ты за героя и убил благодаря. Вот это уже опытный бородрум. Ой, еде. Благодаря, кстати, тому, что фейзды не нажал. Да, фейзды не прийдеть, нажал бы фейзды и не убил больше, скорее всего. Конечно, конечно. Ну, пока фейзды активировал баш. Видишь, учусь на своих же раплеях, как игрок, который хочет максимально прогрессировать. Понимаю, что да, вот опускал такую ошибку. Это важно смотреть в свои раплеи, не только чужие, но и свои анализировать ошибки. Афиксовать вот я. Все, сегодня мы проанализируем, да, наконец-то за трехлетнюю историю канала. А то обмазываем постоянных игроков, которые выпускаем. Хорошо. Забрали героя. Пуджерис тоже кайфует у вас чисто битва от таких специфичных. Пуджинья, да, тут. Папа, сюда, дружище. О-о-о-ой. Наныл, наныл на башике. Ну, наконец-то. Ну, блин, ну я не башил, реально. Ты же видел сам, что много моментов было, где мне вообще просто баши никаких не прокала. И поэтому, ну, хотя бы в этих моментах... Хоть и в доте работает псевдорандом, то есть условно на этот процент, который у башек, у крита, он учитывается на каждый удар замок. Я думаю, многие об этом знают, да. Но я думаю, в доте все равно есть такая вот фишечка, что можно там раз пять крипов ударить, и башек не прокал. Ну, все-таки, ну, шанс чисто человеческий увеличивается на то, что баш будет. Поэтому можете условно настакивать этот баш на крипах. Типа, дали пару тычек, не прокнуло. Ну, где уж точно повезет в следующий раз, когда побежите на героя. Да, тут нужно главное верить. Тут, я смотрю, ты вообще ударился в все тяжкие. Ну, что, да, в жизни про Трума есть, в принципе, два вопроса. Мидас, либо не Мидас. Вот, поэтому здесь я решил, что Мидас, а учитывая, что игра так неплохо вроде бы шла. Здесь игра зажива решила. Конечно, тут зажива хук тактически. Все, отлично. Почувствовал, что там. Обстрел по мне какой-то идет вот в этой ситуации. Я как бы понимал, что здесь меня не рады, потому что я качаюсь. Вопрос. Может быть, бульдоз на пятом уровне? Да, может быть, два-два-два-два-два-два, то есть, да. Я об этом подумал, когда брал, ну, прокачку на 2-1-2, мне кажется, тоже получше, чем на седьмом уровне брать. Ну, как-то раньше просто появляется, маны, в принципе, более чем хватает, потому что одна кнопка активная. Ну, да, мало маны стоит, 30 маны. Месса бафает, ну и самые приятные, конечно, способности. Можем, кстати, по способностям поговорить. Хватит там, Рона. Они хватит, да? Нет, меня просто так не взять. Я понял. Надо было еще развернуться и грима убить. Ой. Но они не с тем воротрумом связались. Они не сразу фонды. Мобилкам давай вкратце пробежимся. Для зрителей, которые вдруг не знают. У нас, кстати, очень много зрителей, которые даже в доту, ну, либо раздумывают начать играть, либо просто смотрят доту. Может, пока это. Смотри, смотри, контрат полный. Видишь? Это просто полный окатрат. Еще мне чарльз билд. Главное время ультву отменить. И закрысить. И я все-таки доиграю на коров своих. По кайфу, но не настолько. Да, по обилкам, ну что, ну, чарльз приоритет нужно качать, потому что Белдар всегда апается очень сильно на этом герое. Там и бонус спид, и стан с него, и кулдаун на чардж. В основном из-за перезарядки, наверное, берут. Да. Длительное соглашение тоже хорошее, но она как бы и от башика есть. Там, типа, разница. Хотя в 06 это тоже большая разница. Можно просто третий качать. Ведь если вы набегаете, работает либо первый, либо третий длительный стан на приоритете. Что больше станет, то как бы... Да. Затанет больше героя. Первый качают из-за перезарядки, из-за того, что 11 секунд, постоянно бегаете, кайфуете. С агонимом перезарядка 7 секунд. Вот. И кто-то подумает, ну, и это все. Да, это все. Ну, там еще и МС, по-моему, все-таки прибавляется. Да, и МС вообще дикий, типа, на агониме. Ну, если Барыч грамотно разбегается от... Ну, то есть не на первую попавшуюся цель, а вот как-то по траектории хороший через весь файт, он может так много юнитов пробашить сквозь БКБ на 2 с половой. На 2. Это как кайфово. Ну, я в этой игре и соберу там агоним чуть позже, но... Позвольте, посмотрите, как это работает на практике, но в целом герой такой реально для души. И даже на оффлейн Барыче, в принципе, не падла поиграть. Ну, хотя, ну, знаешь, на оффлейн Барыче как раз-таки... Вот ты же не будешь, знаешь, на оффлейнере там бегать по карте, убивать всех суперрано. То есть ты там хочешь подкачаться, там, левела получить, шмоточки, типа. А вот как раз-таки на четверочке Барыче ты все вот это можешь делать, тебе пофиг вообще. У тебя чар не в кулдауне, значит, ты, ну, маркер того, что ты что-то неправильно делаешь, это должно быть то, что у тебя чар не в кулдауне на Барыче. Вот здесь можно было побежать еще на Грима? А теперь Кирилл, не понял. Ты хотел на Марса переключиться, более важный. Ну, вообще, это правильно. Это же медовый Марс, да. По второй способности это бульдоз. Качаете эту способность, у вас увеличивается сопротивление эффектом, то есть вас не застанет, не замедлить, очень сложно играть против Барыча, прибежит и ничего ему не сделать. Ну, и улак какие-то диспеллы работают. То есть можно скинуть эту способность из спиритбрейкера. Вот, при помощи там некоторых абилов, типа первого уракла. Третий скилл башек, шанс 17%, когда бьете, можете ударить, при этом урон в размере скорости. Вот поэтому на Барыче и нужно развивать скорость передвижения, агонимчик, какие-то фейзы, можно даже виндесик покупать, если не мидос. Вот, и чем больше МС, тем, соответственно, сильнее бахнете. Ну и ульта, работает ульта с доп. уроном, за спину прыгаете герою, плюс срабатывает опять же баш. Чардж, жмете, срабатывает третий при контакте с героем. Ульту, жмете, срабатывает третий при контакте с героем. И последнее, добавлю, шардик увеличивает урон на 200 ульты. Вот, и накладывает источение на 4 секунды. И дает владельцу, не восприимчиваясь к магии. После каста ульты, то есть можно нажать после ульты чардж за 2 секунды. Ну, то есть такой... Вообще, идеальная машина для убийства. Все еще записал Баратрума, вот так. Да. Конечно, кайфовый, конечно. Десятый уровень, талантик берется. Взял, кстати, обзор ночи, тоже прикольный талант, у такого героев с большим обзором ночью. Да, талант вообще хороший, прям, ну, типа, 4 армора, альтернатива. Ну, это 4 армора, они не то, что прям филимерляют. Ну, да. И еще особенно круто, вот, агоним, покупаешь, и постоянно как бы чашешься в файте, и за Найтвижена, вот этого обзора, ты больше героев видишь, ну, чаще чашешься, ты, соответственно, по нужным целям в файте. Да, ну, как с 4 армора, просто слишком такой фиговенький талант, если честно, да, там, ну, против Наги потенциально, там, может быть, неплохим талантом, но, не знаю, мне кажется, 500 на Этвижена, это, ну, это гораздо приоритетнее. Ну, да. В этих ситуациях. А тут в Мидосе, что-то уже происходит. Ну, сразу выбрал цель Пуджа, пара-чарджет Пуджа, что еще нужно в доте. Мне показалось, или там наивернее, блин, как уже готов? Да, да. Да. Ох, ну да. У всех, в принципе, игра по кайфу. Так. Я не знаю, что это такое. Пиво на Клаву пролезал. А, а-а-а, а-а-а, я мисквит. Я хотел принцзвин сделать, типа, ну, короче, скриншот хотел сделать, изначально попал заноажал в этой ситуации. такой странненький был дальше так как-то он поторопился по-моему с кирсой сейчас нет вижу должен сработать эти же на вижу на пуджа какой же он потный да на пудж это ты только на пудж его вражеской команде ну блин но это я не мог прочитать ну да было сложно вообще здесь он у ноги игра игра очень хорошая здесь ты а у вас по сути мы не так моего героя против ноги я бы даже сказал у вас нет генерал куда не спектра вроде на самый плохой да ну может играть в теории но и люди не убивает это может втанчить потище разведется поиграть да если бы я очень расстроен на это моменте то что меня убили вообще на барыще когда убивают максимально расстраиваешься 20 хотел сказать сделать по поводу героев против ноги наверное это это очень комфортная игра для ноги наверное или как-то другому считаешь посмотри нога очень хороший герой против бруды то есть на линии фрифармит вообще всегда и там сделать почти ничего невозможно на груди но очень сильно ноги нужно ошибиться там чтобы проиграть лайн бруде но по игре бруда не такой герой такой плохой герой против той же ноги потому что все-таки она собирает шар и у третий скилл он во уеде есть естественно ты знаешь на иллюзии мясы да там огромное количество 80 процентов мясов да то это просто напросто вырубает но иллюзии ноги в замесе и забываю все время об этом вот недавно почувствовал когда он табо играл по кайфу честь так против бродки визе не бьет на этой точке это очень приятный шар в данной игре прямо сразу же выбрал я отстань и из арены о нет а статус резиста работает все еще но должны забирать если вдруг у вас чашни в кд и у вас есть окошко то можно побежать на другую линию попытаться хотя бы это сделать и может быть выживите ты бульдоз решил вообще про макси да потому что ну в принципе башки так работают тут спалов много направленной да ты знаешь не то что прям сможешь бить с руки и башей постоянно а бульдоз это когда сверху танковать лишнюю поэтому решил что ну ну все правильным некоторых вот в этой игре это прям супер папочек много гонистых спалов ноги нереальный фарм у мантас коди всякие дешевые айтемы еще 800 сверху голды сучка что ломает мизе это супер комфортная игра для ноги я еще и думал что собрать против этой ноги может какой-то просто бкб чтобы чаржить там и стану и не выпускать стараться хороших либо или в этом еще просто тот же аганин и забить но потом я подумал что в принципе у нас против ноги ну есть тоже спектра да не самый плохой герой и там вот этот шар бруды которые миссы дает принципе что можно посчитать что можно справиться с ногой и без этого в этой игре да брудка в топе вот как вот если смотреть все-таки со стороны нормальной доты вам сейчас под брудку нужно играть и спектра что присоединялась или как что я не думаю что мы можем сейчас прям под брудку играть потому что ну просто если посмотреть на пик справа у них очень сильные спелы вместе когда они находятся там марс прыгает там под арену поле но я знаю что там и верно стоит и по моему он немножко выжил хотя нормально нормально выжил ты просто станок и не стоял бы может быть просто урона хватило богу тебя очень много час вы сделали вдвоем на сапах 0 . на сапах было если что тоже как-то пошли так бабра тром конечно вкусный kill казалось бы но не так не так уж просто его взять и так это рыбёшка вкусно и скушать прямо сейчас если не трал очки что по нейтрал очкам все что там поставить забираем на варочи м с хорош до плотность вот такого чтобы прям вау наверное нет спайлер лексов кайфовый айтем на третьем тире если другом оставят о тут вот как повезло что она не успела зайти немного по-моему по-моему отменил сам свит я вот не уверен что-то произошло ну а в этом просто не было смысла если он сам след отменил тогда по-моему он не скрикнул типа и отменил слип если не ошибаюсь у него по моему ну по длительности еще должен был быть слип ну так в этой ситуации песни закончилась я хочу добавить то что вы уже хорошенько камбак 0 игру из такого среднего старта что в боте какие-то размены в миде у лином все не супер круто было в начале и убили еще в нигде брутка тоже абсолютно камбек делает грязюку все отлично противоводу нас липанаги настроение не работает на рошан тоже то есть он мог просто нажать слеп добить роша и уйти на по моему по моему у него еще была длительность этого слипа у нас на сапах просто очень много золота посмотреть у нас в два раза угон построению ну по каждой позиции на саппорте поэтому такая хорошая игра я смотрю ты уже вошел в раз кайфово когда человек не просто покупает себе что что-то нагоним до покупать себе максимально профит на и хп какой-то на ману надо качу блин таки да не каждый день на паре играют на если пора не забрать остав визорде или по индустрии и да еще может быть ахалакрить и на этот на 1 а так видная чтобы больше вычисления пошли это уже сложно не надо нужно голову засорять тут тут уже такое это уже на их славу ухты и успеешь воде нажать а не успел чуть-чуть его не имел ввиду да сможет успеешь хотя мы когда немножко был субъектами анкопьем успел не все знают но чит марса сбивает charge спирит бейкера бочка бет райдера сбивает разгон барыча еще спала есть такие вот типа не станы но разбивают каст чаджа там и нас на немного много спалов которые прям всякие руты естественные ул и атоса там вообще очень много спалов сбивали чар что там только сайланса не то что там отталкивает любые такого характера они собьют с легкостью а вот еще один момент вот если бочка бет райдера но ты можешь успеть нам отравили под себя просто кинуть бочку с реагирует а когда на барыче огонь им бульдоз выкачаны то там настолько большая скорость передвижения что ты просто въезжаешь и на въезжаешь в противника там тяжело да я бы сказал почти невозможно это сделать только если видел где-то бар на варде и знаешь что он честно побежал уже вообще по таймингом у тебя не нереально кайфовый огонь не будет прям очень быстро талант на пятнадцатом ты не взял себе так опять на базе нажал ну я короче я немного с ума сошел такое бывает когда играешь талантом я там в твоем случае что хапориген и либо урон наверное не помню что я взял ну я не помню про данного по и по идее нужно хапориген я уже настолько себя поверил что взял урон именно забашить ультануть немножко выйти еще раз забашить нужно было быстрее долбить кайф кайф аганима уже близко не знаю тоже хороший талант да ну урон если вам прям дают бить по какой-то из причин вы спиртбрегер который прям лупайся другие сапиком можно грызануть башек прохнул 1 ульта лупайся подкачиваешься просто но быстрее с этим уроном хапориген но у меня и так десяточка в принципе то есть этого вполне вполне хватает где 10 хоригена но на 15 это не то что знаешь прям очень много но не 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 почти выговорил не балансный талант и баланс да согласен сенобарыч и вот на лопатах я думаю пока фаса гневом еще и крепчиков качать прям линии распушить я конечно в этом немного смысла в нормальной дозе там показываетесь на линиях но в целом покачаться можно 7 секунд чарджа просто пачечки распушиваете если вдруг есть такая необходимость и бакабашка да чтобы чарджик не сбивали чтобы в принципе не убивали у бары очень много скорости передвижения контроля сквозь бакабет на только пуши то бульдоз работает бакаба кликнул и по сути не уязвим и кстати слип ноги не работает а можно просто присесть на нее случае чего надо да не на бакаба все равно москве покупать типа потому что вот эти все сплы и даже под бульдозером где можно зафокусить реально урон походит хотел ты побежать на вич доктора да но арена марта реновел из-за контролл нам этого ничего страшного я уже тут как тут и нашел свою практика на очень быстро перезаряжается каску башила супер вот в идеале в идеале вот стоять недалеко от файта то есть условно 600 единиц там 700 единиц дистанции чтобы моментально побежать именно побежать в последнюю цель по определенной траектории просто ним двух-трех героев ну и собственно конечную цель и это прям супер круто видел игру кстати на счетами играешь а мне рассказал что настоящая и я я помню реально это место сказал типа что real real нога я такой думаю блин и как он знаешь настоящая ну там возможно фишка есть раньше нам на пэль такое было можно было прокликать каждую из иллюзий и на обычном герои там ничего не написано условно в описании спала артефакта любого то есть наводишься этому словно нас к одинаги все ок на пт-шку тоже все а если это иллюзия того можно разобрать почему-то не знаю почему качкает такая хрень была и можно чекать так иллюзий потому что комментах напишут более подробно я я не шарит мы не могу сказать как это дед и действовала в этот такой лютый замес пошел не тасик пойти про юзы дашь подарки инру конечно конечно даже облашить немножечко выйти не на набора туре пока все очень грамотно ты уже ты уже играл до в этой графе да да это я поигрывал максимально хорошо подарки нам конечно особенно приятным видел игру где спирт брейкер играл в поздней поздней игре шмотка на перезарядку упала тут еще подарки и нам нажал ультимейт стоять еще и после иллюзии висола варе настоящая ну в соло я считаю засолка полная про труба то есть главное что набора туре даже если ты чаржишь уже куда-то иметь возможность остановиться и выбрать цель получше то есть если вы даете такой возможности вы уже просто пара эйнштейн не побоюсь этого сказать поэтому увидел лагу просто становился белый добрейший вечерок танчики у бары в принципе они неплохие да мы уже разобрали на пятнадцатом взял урон на двадцатом на двадцатом наверное когда бульдоза просто процент ваша нем когда буду за конечно конечно когда бульдоза процент баша но это же урона да это это урона не вообще фигня это это может это там действительно если ты там под фейс под чарж под файзы там под все все вот это вот нажимаешь сирчиком каким-то до чтобы а он по-моему максимум больше чем макс москвича сейчас не может делать дексир но и нам же надо не так работает что типа условно дексир дает 550 до по чарджем и все остальное она скелется уже ты же бежишь на чарджи у тебя мс по моему больше чем я не знаю это честно но сейчас мы бежим куда-то с агоним чекам не ну да с под чарджем да но может может и так когда когда чарджем сталкиваешь героя то по идее 3 работает но чисто для этого не знаю кстати надо посмотреть сколько вот действительно мс а просто интереса ради 900 без бульдоза если бульдоза 1139 ну на самом деле там нормально будет урона если прям дарксир там накрыться еще что-то может есть для нас как-то не знаю царик антро еще видим то что если грим за это и не забегая что уже не тоже будешь он думал что он уйдет так он уйдет бывает бывает ну блин и от стенку удаляется давай да 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 ну ну блин ну что то ошибаются зубы если это было зубы скрипят убивают барыча зачем-то ну как как побежал на в теории настоящий ногу но вдруг это было бы настоящая подсейвил бы а может еще убили бы сверху спасти мог бы наверное лину но убить думаю рядом убили бы с максимум наверное под подсейвить потому что все таки малины сейчас не в той кондиции где она может он всегда через один билд играли на балка у него всегда бкб 2 шмоткой на линии мы записывали его игру на 14-м и десерт бкб на 14-15 а потом просто доедал сбахает вторым артефактом полноценным после тревелов и бкб ну сейчас нас они так много играют кто но и бывает там кто-то и берет армию но вот я играл недавно абсолютно по моему тоже с медовой иной у меня играл я играл вроде бы на кимбире и типа у нас были коры что-то это кимбер и на спектра либо что-то такое да никто не мог подсетапить вообще и настолько кине четверка была которая там со станом адекватным и мы всю игру там не могли никого толком убивать если ты не находится в позиции вот и ну ты знаешь это уже так люди как скрипт что ли создают для себя что вот один только это бил хороший не думают головой что можно то тоже его собрать с молдовой не сдать ты будешь тащить а команда как бы тоже если ты будешь ну да типа того на тебе ульта грима закончилась раньше из-за бульдоза обрутка в теории могла же перри привязаться кому-то на тебе думала до дома могла подлана ноги и в такой куда он вроде очень интересно блин канулся то есть он стрейканулся вниз обликанулся вверх и все вообще я уверен все посмотрели вниз но тут на марсе хорошо сыграл красиво побежал линию распушил на самом деле забара чем часто впадлу просто бегать потому что он уже не тут он уже может убегать на другую линию кайф быстренько распушил там драка кстати говоря 3 на 4 может в теории быть тут бурда просто поставилась так считаю а видим что это бежал в арену что я думал я думал я думал я не буду отменять ну типа просто ударить об арену и все нормально из арены и ты выйти не можешь чашу но в арену загадать это странный странный момент хорошо я думал как как же ты хорошо из пробежишься через иллюзии там ногу плюс грима зацепишь но думал думал также но у меня есть шанс шанс 2 уже опа такое такое не ждали пошла жаришка вам по идее уже блинка у должен сжимать а у меня россии работает слит нажал я не знаю я сделал все что мог тимонья блин и видишь на санливать урона не то что вы прям очень много у меня может быть действительно на 20 на 20 уровне нужно взять какой странно баш может там прям ощутимый прирост дэмэджа под баша был бы но и но я не уверен если честно нам уже шмот какая-то на так спид упадет которая вот тут напустим вот если дуненька никому не нужно на барыча по кайфу ждут нюнку взять небольшие мясы против ноги 626 и так спида и 7 процентов кмс у не знаю ты наверное ты когда играешь на непривычно для себя роли я думаю там и про нейтрал очки забывается я думаю в этом моменте ну вот так кого чарность кого чарность начальник колдауне что-то не так чары не тут очень на баре в принципе и quicksilver хороший да и пресс на резист магии на урон какой-то туника если оставили то почему бы и нет думаю много много атомов на клана кстати с лакой можно поиграть церемония ли обой на сопротивлениях магии у врагов снижение можно даже брать чуть не дольше станет всех не чарну не настоящую это замес происходит лютой говоря на барыча если вы понимаете что вы не добежите лучше отменять потому что charge уходит в перезарядку только тогда когда вы его отменяете 7 секунд только после отмены поэтому иногда лучше заранее отменить опять арена но тут тут уже да даже цирка стих лежал а штрафовал марса остановился и приводит замес не знаю просто займ его почему-то но это пока что при гене для спектры а а знаешь как ты мог в теории попытаться с бкб да да ну это не знаю получилось ли вам октябрь щит все равно клацнуть а мне куда дал бы ходе нюх но часто в теории не знаю я поднял я подумал что смогу чарнуть вынесли по поэтому вроде как право убежал может быть да не зацепил баку точно нас настоящий находишь на самом деле вы понимаете насколько импакта от того же спирит брейкера кого-то или от таких героев от виверны красами на ней поиграете на вверх не на барыч и вот импакт какой-то сумасшедший на самом деле просто герой контролит все что движется файсе а когда играешь там на спири думаешь он когда я просолил или на линии всех отдаливает думает но и слива армия лететь а тут еще и пуджа можно попробовать нет нельзя да да можно почему нет они потому что у меня не убивали я за себя переживать на что меня убьют и по 25 ты решил моншарных себе еще пульной да конечно а как еще нам процент грейтер баш шанс и подходит но точно вдумаетесь тоже вот какой-то немножко может быть даже слова таланты на самом деле просто хорош таланту если бы перезарядки на баши не было бы вот тогда он был бы сломан и так баш имеет перезарядку полторы секунды то есть вы условно имея так speed три тачки в секунду не забавьте дважды подряд потому что полторы секунды перезарядка деть на соглашение 18 должно очень сильно повезти чтобы вы за башни 3-4 раза подряд прям очень-очень звезды должна сойтись почти нереально кстати вот заметил по себе в этой игре да что вот я как истинный такой вот подпи вас максимальный но когда меня убивают просто альтабу я смотрю по кайфу тебе играть но я думаю ну чё ребят как бы пойбать тратить не хочу мне маншанка подходит поэтому давайте на как-то изменение вот самое конечно критические моменты я уже тут как тут поддерживаю команду максимально там душевно ребята вы молодцы все будет и так далее насмешки поспамил станут дать дать понять что тут вот я уже появляюсь и тут уже как вы готовитесь и отсутствие выбегать то лишь тактическое решение будет короткий с этими доктором путин на базе да не ладно я наверное отменю все таки на конца с ума сошел они не отменен нет если надо забрать гиперстон который в кареан гиперстон конечно и сейчас я такой сижу думаю блин стоп почему ним рум хэндл с десятой минуты на франшуме какой так что то я не так делаю с артефактами в этой игре ой шмоточка на перезарядку и если подпи вас на баре забирает шмоточку то обратно ты ее не получишь кто бы ты ни был там на спектре на самом деле кайфово это шмотка золото это но у него фликер фликер абсолютно имба лина начала маячить максимально на меня я ему я ему левел дардал хотел чтобы забросил на меня бруда напала говорить типа маяч как псих в игре прям знаешь прям пингует у меня там стал призвать и пистол призвать ну ты странно что он ее прям так сильно хотел вот прям так сильно ну вот тоже да я согласен вообще максимально странный если что так стоп он ее забрал по итогу не у него не боится что нет сатаника но есть паладин почему ему не оставить паладин подбил через дайдалус бкб пику и забрала отбрала бруда 100 призму у нее в путь бруда просила да 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 ну вначале алина потом не на и отлины я откупился левелором а потом города решила типа что так как ты от меня откупишься дружище на баре и начал как псих на меня маячить и потом пи 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 но я конечно что я же команда игру правильно я не могу расстроить своего оффлейнера настолько чтобы он если сидел в тильде после этого и не понимал солидарность хотя в этой игре не то чтобы он прям что-то сделал под него баратрума ну как бы ладно уступилась нужно порой уступать то конечно корона баратрума не упадет в этой ситуации сама вкусная цель а блин по забьется сейчас успеете и башки еще прокают до конечная остановка то есть муж от был реализованы на прививку его все-таки можно поставить конечно конечно так смысле он максимального релиза а это вообще какой-то затрудно воды видел каску успел скинуть меня не обратил внимание вот и вот и даже сейчас не увидел это на раплее а я это в игре увидел и и представь столько ты плотные настолько он подный а настолько он прям там спик касты и максимально наверно от меня замораживает что вы не забирали кертих а какомаганин урожая но у меня есть ребят можно продавать и брать срошана получается это за ним за 6 200 на сколько там 6 800 и 1200 лутаешь сверху то есть две тысячи тысячи точнее продав свой пока это прикольно я думаю в этой игре хорошо соберет и покомментировали бодренько и в принципе игра на спирт-брекере она всегда доставляет удовольствие не знаете кого пикает вот по пальцам можно берете баров берете пару доберете пуджа путь просто в бане да и бары это самый универсальный герой на альтернативу пуджанскому который очень редко в бане кайфуйте подписывайтесь на канал гостика напоминаю там на зритель его да и возможно наш да смотрел играл точнее против стрей 2 до 8 и возможно победил а возможно и нет посмотрите на канале гостик разбирал эту игру и показывал как ее можно выиграть вот на этом мы заканчиваем эту котеллу андрюх спасибо что в миллионный раз пришел к нам выпуск мы всегда рады спасибо мне всегда тоже рад быть здесь надеюсь зрителям тоже нравится и это читаю комментарии мне приятно что люди пишут супер-супер не забывайте и подписываться на канал гостика чтобы нам еще чаще приходил плюс нужно развивать youtube и будет такой качественный контент вот поэтому подписывать всем пока пока реверт